Сегодня серьёзное внимание обращается на качество образования, которое зависит от множества факторов. В этой связи оценивается вся система образования. Образовательные достижения учащихся, добровольное тестирование на получение аттестата с отличием Алтын-Тамга и общереспубликанское тестирование. Также проводится аккредитация общеобразовательных организаций. Вся система направлена на оценивание различных тенденций данной отрасли. Сравнительный анализ показывает, что из 232 претендентов на аттестат с отличием всего лишь 80 человек могли подтвердить результаты тестирования. Это составляет всего лишь 4%. Результаты тестирования по областям показывают недостаточный уровень освоения программного материала учащимся общеобразовательных школ. И непосредственно здесь особое значение играет управленческий потенциал руководителей школ. Чтобы учащиеся показали высокий результат, нужно обеспечить учебные заведения профессиональными кадрами. Для этого президент Задарджапаров подписал новый указ о некоторых мерах по повышению эффективности деятельности руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, целью которого является формирование высокопрофессионального кадрового состава руководителей школ страны. «Этот указ направлен на повышение качества образования и повышение кадрового потенциала. Кроме того, активизация деятельности государственных школ и подготовка к будущим модернизациям и реформам. Как известно, поле образования огромное, поэтому возникает много вопросов. Особенно о механизме назначения служащих. Сейчас мы делаем шаг к тому, чтобы назначить руководителя четко и прозрачно под контролем общественности». Согласно указу, в дальнейшем назначение руководителей общеобразовательных организаций осуществляется работодателями по результатам конкурсного отбора сроком на пять лет. То есть директоры, проработавшие пять лет на своей должности, будут автоматически сняты. Далее они могут подать заявку на конкурс. На отборочном туре учитывается опыт работы, образования и пенсионный возраст кандидата. «На сегодняшний день в Кургенстране функционируют 2333 школы. Из них 1211 школ, директора школ, они работают менее пяти лет, поэтому они не будут участвовать в конкурсе. Согласно указу президента, 966 директоров, которые работают больше пяти лет, есть директора, которые работают уже 41 год. Вот они будут участвовать в конкурсе по своему желанию». «Министерство образования планирует профессиональное развитие тех директоров, которые на сегодняшний день работают, это 1211 учителей. Они будут проходить курсы по современным технологиям обучения, по финансовому менеджменту, по IT-компетенциям, по психологии, возрастной психологии». Новый механизм назначения директоров школ достаточно простой и исключает человеческий фактор, что является основой борьбы с коррупцией. Первая отличительная черта нового механизма в том, что претендент на должность директора самостоятельно загружает на сайт пакет документов для участия в конкурсе. Вторая отличительная черта – это полностью автоматизированные тестирования. Аудитории будут оснащены режимом видеонаблюдения с трансляцией в режиме реального времени, а результаты теста будут моментально выдаваться на руки кандидатам. «Наша компьютерная тестирование, то есть программа, она проведена экспертной оценкой программистами, что ни один человек, ни один программист не имеет права что-то изменить во время проведения теста и при получении обработки результатов. Полностью при прохождении теста и по окончанию выходит результат. Первым его видит сам претендент. Это попадает в сервер, из сервера, буквально за минуту идет распечатка протокола. На этом он берет протокол и уже дальнейшее решение. То есть самый высокий балл, кто получил, он становится директором школы». Жители города Бишкек отметили важность данного указа. По их словам, есть директора, которые долгие годы занимают должность. В то же время школам всегда нужны новые профессиональные кадры. Я думаю, это будет правильно, потому что у нас сейчас в некоторых школах есть заслуженные директора, а есть, вы знаете, ну грубо выражать неут, только деньги, если честно. Уже в августе директора примут участие в тестировании. В настоящее время тесты проходят апробацию, чтобы они были надежны и чтобы любой претендент, обладающий достаточным знаниями и опытом, успешно прошел тестирование. В тесты включены такие темы, как управленческий менеджмент, педагогика, психология, IT-технологии на уровне пользователя, конфликтология и нормативные правовые акты в сфере образования.